Украина отступает из Авдеевки, а Россия занимает стратегический город. Киев оставил Авдеевку, а Россия одержала очередную крупную победу на поле боя, пишет Вашингтон-Пост. Недавно назначенный главком ВСУ Сырский уже вынужден оправдываться. На Западе тем временем с ужасом думают, насколько хватит следующей линии украинской обороны. Украинские войска выходят из Авдеевки и передислоцируются на более защищенные позиции, сообщалось в заявлении высшего военного чиновника Украины в начале субботы по местному времени. По словам недавно назначенного украинского военачальника, генерала-полковника Александра Сырского, цель этого шагы – избежать окружения российской армии и снизить потери. «Наши солдаты достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие российские военные подразделения, нанесли врагу значительные потери», – заявил он. Как сообщили киевские военные чиновники, в пятницу Россия начало широкомасштабное наступление в районе Авдеевки. По их словам, некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны. Взятие города станет самой значительной победой России на поле боя с тех пор, как контрнаступление Киева в прошлом году закончилось тяжелыми потерями и неспособностью ВСУ отвоевать территории, занятые и защищаемые хорошо укрепленные российской армией. Кроме того, отступление ВСУ поднимает боевой дух россиян в преддверии второй годовщины конфликта 24 февраля и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава Украины. Авдеевка, расположенная в 24 километрах от контролируемого Россией Донецка, имеет стратегическое значение для Москвы и является объектом ее наступательных усилий с 2014 года. Этот город стал новым символом развернувшегося на Украине конфликта на истощение, пока ВСУ в последние месяцы пытались противостоять российским ракетным ударам и наземным атакам с участием пехоты, бронетехники и воздушной поддержки. Сырский, назначенный на свой пост 8 февраля Зеленским, возглавлял сухопутные войска Украины с начала специальной военной операции России в 2022 году. Как сообщало издание The Washington Post, многие военнослужащие обвиняли его в том, что он слишком долго ждал вывода войск из Бахмута, другого восточного города, когда тот находился в осаде в прошлом году. И хотя украинские силы попытались нанести российским войскам максимальный урон, прежде чем оставить Бахмут в мае, Киев сам понес огромные потери.